Эфир нашего телеканала продолжает программа «Бизнес Дона» в студии Эдуард Раткевич. Здравствуйте! Трамваи вместо метро. В Ростове готовится проект строительства новой линии маршрутом Центральный рынок Северный Жилой Массив. Он станет альтернативой дорогостоящей подземки и поможет разгрузить основные развязки города. Партнером в реализации проекта станет компания «Кастер Полукс Группы Словакии». С подробностями Анна Глебова. Встреча прошла без переводчиков. Городские власти и представители словацкой фирмы «Кастер Полукс Групп» обсудили перспективы развития легкого метро в Ростове. Под этим термином эксперты подразумевают новую трамвайную линию. Она соединит Центральный рынок и улицу Нагибина. Ветка протяженностью 10 километров будет включать в себя 13 остановок. Такая развязка позволит разгрузить основные автодорожные магистрали. Можно назвать как угодно – легкое метро, трамвай на мостах или как угодно. Нам как-то надо развязывать центр с нашими окраинами – с севером, с западным микрорайоном. Это основное движение. И людской поток, который идет утром, вечером, конечно же, это не очень здорово. Идеальное решение проблемы – метро. Однако реализация такого крупного проекта без помощи федерального бюджета практически невозможна, отмечают власти. По предварительным расчетам запуск первой ветки подземки обойдется городу в 76 миллиардов рублей. Тогда как объем инвестиций в запуск легкого метро – порядка 6 миллиардов. На это финансирование мы можем говорить и о китайских деньгах, и о европейских деньгах. Мы тоже имеем связи с китайскими банками. Возврат инвестиций бизнесмены смогут ожидать через 7-8 лет. Такие долгие деньги европейскую компанию не смутили. Сказали только, что надежнее будет привлекать азиатских партнеров. Представители Кастер Полокс Групп также предложили свои услуги в разработке проекта и технического задания для ростовского легкого метро. Анна Глебова, Игорь Кравтенко, Бизнес Дона. Донским рынкам снова дадут отсрочку. Переехать в капитальные строения торговой площадкой обязаны до 1 января 2016 года. Таковы требования федерального законодательства. Впрочем, согласно закону, срок установлен только для городов-миллионников. Для небольших городов и районных центров дату переезда рынков под крышу парламентарии определят на очередном заседании законодательного собрания. По остальной территории сегодня в правах субъекта и прозвучало о том, что субъект примет решение о том, чтобы до 2020 года формат базара или открытого рынка, не капитального рынка, он сохраняется. Я думаю, что для многих это будет положительным решением, поскольку это будировалось. Каждый год много было обращений от предпринимателей. Кроме того, как рассказал Виктор Шумеев, на очередном заседании областного парламента депутаты рассмотрят вопрос о предоставлении налоговых каникул донскому бизнесу. Сегодня на рассмотрении в правительстве Ростовской области находится законопроект. Я надеюсь, что мы его в первом полугодии примем. В этом случае все вновь начинающие работу предприниматели в малом бизнесе смогут получить на два года срочку от налогов. Донские промышленники сокращают свои производственные программы из-за кризиса. На федеральном уровне сейчас рассматривается вопрос о поддержке крупного градообразующего предприятия Новочеркасского электровозостроительного завода. Выделены деньги на возобновление инвестпрограммы его главного покупателя ОАО «РЖД». Однако, когда появятся средства на выполнение новых заказов, неизвестно. На ближайший месяц, скажем так, полтора завод будет работать, потому что в заделе определенное количество электровозов есть. Весь вопрос заключается в том, как отработает «РЖД» по своей инвестпрограмме, а вообще по привлечению средств. Что ждет Донской промышленный сектор в текущем году, на круглом столе обсудили руководители предприятий области и представители власти. Под их пристальным вниманием находится не только «НЕФС», но и «Таганрогский красный котельщик». В прошлом году он сократил объемы производства из-за приостановки контрактов с украинскими партнерами. С предприятием работали весь прошлый год, формировали на 2015 год портфель заказов. Значит, на сегодня, на сегодняшнее число, нам завод дает цифру прогнозную на 2015 год 7 миллиардов. То есть практически в два раза планируют увеличить объем производства. Как отметил заместитель председателя Донского парламента Сергей Михалев, бизнесмен Ростовской области без господдержки не останутся. В частности, речь идет о налоговых льготах. Миллиардеров в Донском регионе стало больше. По итогам 2014 года в областное управление Федеральной налоговой службы 9 человек представили декларацию о доходах, которые превышают 1 миллиард рублей в год. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Владимир Шелепов. По его словам, высокие заработки некоторых жителей положительно отразились на поступлениях в бюджет. В 2014-м налогоплательщики отправили в местную казну примерно 109 миллиардов рублей, что на 5% больше прошлогоднего показателя. В прошлом году мы также были озабочены тем, что у нас было повальное сокращение индивидуальных предпринимателей. В этом году, уже в 2014 году, у нас этот тренд преодолен. И хочу сказать, что порядка 18 тысяч предпринимателей было зарегистрировано. И прекратились судить всего лишь 14 тысяч. В 2014-м донские налогоплательщики внесли 160 миллиардов рублей в федеральный консолидированный бюджет. По данным ведомства, рост налоговых поступлений наблюдался и в январе текущего года. Динамика развития, экономия и доверие партнеров. Заработать в кризис на собственном бизнесе поможет франчайзинг. Особенности самого успешного метода тиражирования брендов донские предприниматели узнают на специальном мастер-классе. Он пройдет в областной торгово-промышленной палате 27 февраля. Подробнее об этом рассказывает автор системы по быстрой упаковке и продаже франшиз в СНГ Николай Березовский. Франчайзинг – это абсолютно безрисковая модель масштабирования своего бизнеса за счет сторонних инвестиций. Есть разные модели франчайзинга и стратегии развития своего бизнеса. Почему франчайзинг сегодня актуален на рынке? Потому что те инструменты, которые работали до кризиса, сегодня не так эффективны. Почему? Потому что огромная конкуренция. Если, к примеру, раньше никто не знал, как делать платную рекламу в интернете, то сегодня это знает каждый второй. Соответственно, реклама дорожает, конкуренция растет. И уже зачту нерентабельно давать платную рекламу. Франчайзинг сегодня позволяет как раз-таки сместить, точнее, скрестить носорога с бульдогом. То есть те бизнесы, которые по определению не могли до кризиса работать по франшизе, сегодня не работая по франшизе, они теряют очень крупную сумму денег. Как показывает западная практика, именно во времена кризиса индустрия франчайзинга очень сильно развивается. Почему? Потому что огромная армия людей, огромное количество людей вышло на рынок, которые ищут, чем бы себя занять, и в большинстве случаев уже они не хотят работать по найму. То есть это показывает и европейская практика, и Франция, и это показывает практика США, что именно в такие периоды франчайзинговая индустрия очень сильно растет, как бы с сильными темпами. Сегодня примерно каждые 8 минут в Америке продается одна франшиза. То есть это факт, это то будущее, которое ждет, в принципе, Россию. То есть 50% бизнесов продается именно по франчайзингу в Америке. В России это тоже будет сегодня, то есть сегодня франчайзинг на российском рынке это тренд, это факт. И огромный, то есть очень многие люди идут именно во франчайзинг, идут не понимая, как правильно упаковывать свой бизнес. Пиарщики Юга, Северного Кавказа и Крыма поборолись за серебряного лучника. В Ростове вручили премию за лучшие идеи в области связи с общественностью. На защите проектов побывала наша съемочная группа. Пять лет исполнилась главной премией в области развития общественных связей «Серебряный лучник Юг». В этом году для участия в конкурсе было подано 114 заявок. В шорт-лист попали только 15 проектов из Ростова, Краснодара, Махачкалы, Евпатории, Черкеска, Волгограда, Назрани и Астрахани. Победителями стали работы из Ростова и Краснодара. Лучшим в номинации «Развитие и продвижение территории» жюри признали проект Центра изучения современной поэзии ЮФУ. Теперь его руководителю Владимиру Козлову предстоит еще одна открытая защита перед членами жюри. Но уже на федеральном уровне. На национальной премии «Серебряный лучник» в Москве. Это был проект номинации «Продвижение территории» Ростов как место, где можно обсуждать и делать современную поэзию мирового уровня. Ну он просто был сделан на высоком, глобальном. Это был не региональный проект, понимаете. Это был не местечковый проект, это был проект, который сделан в Ростове, но по масштабу он вполне попадал под любой европейский проект. Премия «Серебряный лучник Юг» вручается лучшим проектом, реализованным в прошедшем году. 2014 год запомнился Олимпиадой в Сочи. Один из ярких олимпийских проектов вошел в шорт-лист премии и победил в номинации «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций». На этом проекте Ростелеком представляет проект «Leaf Sites». В переводе с английского это означает «Организация мест городского празднования». Проект, естественно, олимпийский, имеет очень широкий охват. На юге нашей страны проект был реализован на шести площадках. Ежегодно премия включает в себя и образовательную часть. Спикеры международного и федерального уровней рассказывают о своем опыте и о своих лучших пиар-проектах. Этот конкурс имеет еще и образовательный большой эффект. Здесь очень много моих студентов, причем и учеников, и заучников, которые теперь могут реально понять, что из себя представляет профессия, как сражаются в ней за успех. Нововведением пятой премии стали открытые выступления в номинации «Мастер коммуникаций», где пять специалистов представили результаты своей работы. Победителя определили в открытом СМС-голосовании. Им стала Светлана Рыбина, начальник управления по связям с общественностью, компанию МРСК «Юга». Специальную награду за отвагу и мужество в профессии вручили Оксане Савенковой, пресс-секретарю председателя Госсовета Республики Крым. Анна Глебова, Игорь Коровтенко, Владимир Дудник, «Бизнес-Дона». Это была последняя информация нашего выпуска. Я, Эдуард Раткевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах. До свидания.